Всем привет! Сегодня у меня будет не обычный формат видео, не в прямая трансляция, а в записи. Я проведу такой нигейм. Была мне интересная гонка на днях. Соответственно, ехала на понтиаке на слотисе. Трасса была Watkins Glen, чемпионат Grand Touring Cup называется. Чем запомнилась мне эта гонка, это довольно-таки напряженной и постоянной борьбой с другими гонщиками. И при этом гонщики были все с большим рейтингом, довольно-таки. То есть, если мой рейтинг там сейчас на тот момент составлял порядка 2780 рейтинга, соответственно, то другие были примерно того же самого уровня. все. Для знаков скажут, что сов был, по-моему, 3200. Со мной вместе ехали Бабио Рамос, у него 7,5 тысяча рейтинга. FM Ремьера, это такой задрот прямо Понтиака. Ну, Бабио Рамос тоже, кстати, значит FM Ремьера, задрот Понтиака с рейтингом 3,700. Филипп Човин ехал, у него рейтинг был 5,100. Тоже довольно известная личность в мире рейтинга. Собственно, я. Потом Финн Анти Визас, у него 2,500. Рейтинг поменьше. МНЛ Лопес, 2,700. Джеймс Хенсли, человек, с которым я в прошлом сезоне сражался за кубок за лидерство в чемпионате Гранд Туринг Капа на Понтиак. Но так как не уделил должное внимание в прошлом сезоне этой серии, то я на Понтиак и занял второе место. А, нет, извиняюсь, да, Гранд Туринг Капе. Собственно говоря, я и не сражался. Это было продакшн Капе. Дальше. Ну, и еще были Педро Тиммиларди и довольно-таки известный, опять же, в мире рейтинга Эрик Шулов. Такой очень грязный, грязный водитель, грязный гонщик, нестабильный, нестабильный, но при этом имеет рейтинг 3000. На тот момент у него 300 было. Соответственно, вот сейчас, в данный момент, это уже старт первого круга. Прогревочные проехали. Установочка следующая, соответственно, на стартовый. На старте у нас, соответственно, здесь можно разглядеть. Старт. Сейчас он будет здесь старт. Так. Нет, так. Старт у нас здесь. Так. Фарчейз. Да, вот такую камеру поставим. Ну, собственно, быстренько по решетке пройдемся. Вот. Байбер Рамос. Первый, второй Човин Филиппе. Третий Хэнсли. Четвертый Анти Визас. Это, кстати, по результатам квалификации все. Пятый, по идее, должен быть я. Ну, собственно говоря, вот я с левой стороны. Но так как, на мой взгляд, не очень совершенно такая система старта, Эрик Шулов меня уже начал обгонять. Зеленые флаги уже дали. Мастанги, точнее, пересекли уже старт-финишную черту. Дали зеленые флаги. И Шулов, значит, помчал вперед. Несмотря на что. Ну, собственно говоря, Шулов. Вот я. Дальше Манел Лопес. Педро Тиммеральди. И это у нас ФМ Ривьера. Он, так как не показал время в квалификации, не квалифицировался, стартовал. Ну, последний. Последний. Ну, собственно говоря, старт. Старт довольно-таки такое волнительное событие, особенно когда рядом с тобой довольно-таки известные и быстрые гонщики. Шулов, естественно, вот справа я широко, спокойно, на широкую траекторию прошел, чтобы не следовать никакой конфликтной ситуации. Впереди. Впереди. Передавно прям. Опс. Олег, все-все-все-все-все. Испортилась. Так-так-так-так. Передавно падает антивизос и Джеймс Хенсли. значит я можно было можно было бы сказать что уже начал навязывать им борьбу в общем такие да что подъем все прямая драфт собственно говоря чем я воспользовался дабы пользуюсь дабы собственно максимально близко к нему приблизиться не отпускать ну и по возможности естественно войти потому как тут естественно будучи сзади у меня есть преимущество в виде драфта но естественно большей скорости в конце мы видим что эти бизнес антивизис ошибается несколько очень широко в этом повороте но остается на внутри траектории здесь мне внутрь не нырнуть широкую траекторию на подтягивает небольшая проблема мы остаемся в бок и продолжается борьба шулов начинает активно действовать атаковать пытаясь залезть в каждую щель который он видит перед собой странная позиция конечно совсем корректное такое поведение и вот мы видим уже fm ревьера прорвался с последнего места с его машина будем смотреть за борьбой впереди так как он действительно но хороший шанс и на он воспользовался этими шансами прорвавшись потом дальнейшем вперед если забегать вперед по-моему там второе место что-либо занял вот такой техничный человек ни одного плохого слова про него сказать не могу что-то уже конечно же эрика шума но собственно говоря проводят ремьера атаку чисто аккуратно умудрился даже избежать столкновения с шумом ну все я несколько оторвался от их борьбы из-за их борьбы вперед отъехал чобин и бабе рамос уехали уже далеко вперед на большую дистанцию нас как бы с нами зуб я значит тесно закрыл внутреннюю траекторию я смещаюсь налево готовить право пород так и знал что собственно говоря они уже не догонят я на прямой шулов пытается опять на внутрь не ошибка слишком широко я вышел вот шулов ныряет 5 это вот явный таймбон не стоит так делать что ты сконцентрирована творить в этот момент и просто можешь не увидеть еще впереди соперника который вот собственно говоря выполняет этот маневр ныряя внутрь самый последний момент до там после торможения после точки тем временем антивизос пытается пробиться вперед прорваться но такие нервозные действия рикошулова несколько пугает ли он предпочитает остаться позади и в я то же самое время начинает атаки на меня у меня я несколько сдерживаю но технично технично то есть не лезет на рожон вот я ему оставил внутреннюю часть но понимая что он как бы не будет таймбомбить но все-таки испугался испугался и отпустил тормоз испугавшись что собственно говоря сейчас произойдет столкновение я не хотел испортить гонку не ему не себе он уважаемый гонщик я новичок в ай-рейсинге вот пустил тормоз и ушел по неправильной траектории пытаясь спасти машину не допустил столкновение пришлось мне тормозить мы тем соответственно сам дам возможность ревьеве двадцать вперед и дальше уже как отрываться в то же самое время антивизос поспоришь с моментом тем что собственно говоря я допустил ошибку и шулов тоже допустил ошибку посмотрим по причине сам по себе куда он пошел расширяться а там я сам сам конечно ведается без чьей-либо помощи стенку смотрим что произошло здесь дальше антивизос значит проход вперед немного раньше притормаживаю пах шулов и опихает как будто бы он его не видел хотя хотя как бы да вот видно что впереди даже был даже впереди зачем так наверное шулов рассчитывал что несколько быстрее пройдет несколько самонадеян поступок был я пытаюсь остаться значит держаться за fm ривьерой дабы не потерять драфт на прямых минимум приблизиться к нему и оторваться от своих соперников антивизос соответственно старается то же самое сейчас сделать так как собственно говоря что здесь у нас произошло да у нас хенсли подъехал хенсли подъехал воспользоваться опять же ошибки шула и более лучшим выходом с первого поворота хенсли уже на подъеме поравнялся с шуловым но несколько вот невыгодная сейчас была траектория него до месяца но он остался в драфте это вот очень важный момент в драфте а шулов нет хотя вот антивизос выходит и подыгрывает шуловую реку лопастями подъехал вот опять тоже на мой взгляд не очень хорошее движение эрика шулова он в точке торможения начинает смещаться тем самым вынуждая соперниками раньше тормозить сильнее тормозить некорректно некорректное поведение но джеймс хенсли тоже можно несколько ничего страшного не произошло до этого с никаких ошибок сильных можно было чуть предпустить газ пораньше и не сильно потом нажать так на тормоз и соответственно не допустить ошибку на этом посмотрим впереди что у нас происходит ну собственно впереди едет ривьера видно там на дальнем плане сейчас совершать пара правы следом за ним я совершил ошибку немножко машину занесло тем самым терял время шулов атакует и допускает столкновение вот опять вот опять вот опять собственно говоря я может быть конечно уже предвзято отношу сейчас еще раз посмотрим попор нет он просто дайвбомет выбивает антивиза за это похладелся тут же лопес въехал ему заднюю часть автомобиля и он откатывается я понимаю на последнее место до так смотрим вперед обратно возвращаемся где сейчас довольно таки скучно ничего не будет происходить поэтому долета и ускоренном просмотре таком вот проедем несколько кругов по возможности конечно наблюдая за другими гонщиками вот уже джеймс хэнсли оп так вот интересный момент начинается догоняет меня напрямую уже на пятом круге подобрался молодец на посмотрим там больше никого не было он один подобрался до лопес был далеко визос тимлярати и шулов все довольно таки большого состояния соответственно вот она была опять из-за моих ошибок некоторых да все-таки новичок хэнсли ко мне подобрался с одной стороны другой стороны он имел хорошие подспорья в виде драфта на прямой до этой длинной долгой прямой здесь можно очень неплохо навести до полсекунды если хорошо выйти и попасть в драфт и вот соответственно у меня перекрещивает траекторию я точнее перекрещиваю траекторию уже на выходе но вот он нырял внутрь держит оборону я собственно говоря понимаю что в этом повороте обгонять бессмысленно и бесполезно немного приотпустил перед этим поворотом спокойно покормозил и на выходе уже оказался вплотную к нему не отпускал его очередной поворот опять же где я собственно говоря не обкомный несколько несколько такая череда поворотов я буду строго держаться за хэнсли он допускает небольшую ошибочку на выходе мне приходится немножко немного приотпустит газ сейчас в этом повороте собственно говоря по той простой причине что то череда поворота здесь не обгонишь а вот подготовить атаку лучше всего конечно вот к этой небольшой старт финишной прямой или же самое идеальное вот собственно чем сейчас и занимаюсь я не обгоняю его не стараюсь обогнать но делаю все возможное чтобы здесь на выходе ведь максимальную скорость и на прямой и на подъеме догнать и обогнать джеймс и хэнсли без каких-либо инцидентов но собственно драфт работает скорость мы набрали больше единственно что конечно тяг машины не быстрее скорость и так уже там максимально практически развита я обменяю на корпус практически целиком лучше торможу опять же траектория здесь внешне наружу она внутрь она самая оптимальная для входа поэтому если пришлось чуть раньше тормозить с одной стороны с другой стороны он дал мне соответственно еще и возможность чтобы я смог сделать возможно он испугался моей неопытности и не знания меня посмотрим с машины хэнсли потому что сейчас он начнет активно соответственно предпринимать попытки обогнать меня так как опять же на той же самой прямой да в принципе на любой прямой да будучи сзади воспользовавшись драфтом ты подъезжаешь к своему сопернику ну и опять же возможно там ошибки тем более что у меня то не точно возможно все таки я еще раз повторюсь не мастера рейсинга играю в него там буквально с начала этого года и то уж хотелось бы чаще но часто не получается так поворот за поворотом пока мы тут едем посмотрим что у нас происходит сзади сзади у нас потерялся антивистос вот он почему то за лопесом педро тимиларди и шулов шулов видимо здесь ошибся да да его разворачивает ну вот о чем я говорил что он вроде как и быстрый гонщик но сейчас совершает ошибки слишком здесь собственно говоря избежать такой ситуации позволило бы немножко при отпустив газ не захотел пожадничал и развернул его так ну пока впереди ничего не происходит посмотрим за антивистосом и лопесом мишка мишка подпустил и скорее всего сейчас будет атаковать его лопеса напрямую всегда такой драматичный момент потому что едешь будучи впереди и ты понимаешь что у тебя драфта нету тебе цепляться за эту ситуацию да сейчас мы меняемся к бизнесу меня меня зацепляться не за кого а соперник мой который двигается за мной соответственно имеет такое преимущество в виде драфта вот видимо так вернемся немножко назад и посмотрим что и как визос обошел ну собственно говоря во первых а скорости паш очень похоже на то что лопес немножко ошибся он при отпустил газ очень мне показалось именно что такое произошло ну а дальше визос без проблем без проблем вырывается вперед ну и дальше дальше насколько я помню он лопес ему уже не навяжет борьбу не навяжет переключимся на визос посмотрим с его машиной нет уже на лакинстве да посмотрим с машиной хенсли на борьбу мою и хенсли довольно таки интересная будет борьба особенно визос сейчас из-за того что мы боремся мы все-таки несколько теряем этом в скорости вот и визос антивизос он воспользуется моментом подъедет к нам максимально близкое расстояние на расстоянии атаки и вступит и вступит в борьбу борьбу у нас будет такая на троих тройничок пока ровненько все хенсли не атакуют активно он потихонечку конечно приближается опять же мои ошибки где-то он сам ошибается плюс повороты некоторые повороты проходят он лучше некоторые повороты прохожу я лучше это мир спорта это концентрация и стабильность полосослагающий успех собственно говоря когда ты все имеете по слагающим обладаешь ты быстро сконцентрированным стабилен то ты обычно не выигрываешь гонки в данном случае мне не хватает опыта и стабильности поэтому вот здесь собственно говоря предвидя что хенсли меня будет атаковать а еще увидим что сзади на обгон собирается идти мустанг лидер лидер соответственно этого заезда это мультиклассовый заезда тут мустанги джетты и пантеаки а вот я ушел остался внутри вот хенсли в любом случае меня естественно в конце прямой догнал старался атаковать опередить меня в конце длинной прямой но не вышло не вышло у него это вышло дальше собственно говоря по траектории спокойно еду еду ходом хенсли допускает ошибку вылетает за пределы трека получает оффтрек за это а здесь я ошибаюсь здесь я очень сильно ошибаюсь я очень широко зашел и не вывез по скорости соответственно ухожу внутрь дабы не дать возможность сделать хенсли так как следующий поворот но это удобнее всего проходить по внутренней траектории ну и дальше не даю ему максимально вот максимально сколько возможно стараюсь не дать ему всей ширины трассы ну и оставить максимум на себя маневр проходит дальше здесь хенсли понимает что как бы обогнать здесь невозможно и тем временем антивизос уже подъезжает к нам и можно сказать вмешивается в эту борьбу но при этом к нам уже подъехали другие мустанги они я так понимаю сейчас прекрасно видят ситуацию что у нас борьба идет и человек на мустанге не вмешивается в эту борьбу а спокойненько дает нам проехать вязку поворотов будучи сзади оставшись и дальше уже спокойно уезжает вперед не испортив не себе не нам вот что происходит дальше как мы видим антивизос подъехал джинсу хенсли и он уже ему навязывать свою борьбу и хенсли приходится и вроде как нужно и меня обгонять и при этом еще и защищаться от атак визоса и это довольно таки сложная ситуация вот опять прямая и вот я естественно находился в самой невыгодной ситуации когда у меня нет ни за кого цепляться драфта нету я делал максимум возможно то есть я оставлял как можно меньше места на трассе для моих соперников и максимально используя для себя выгодную траекторию сейчас вот левый поворот будет замечательный здесь хенсли да проходит проходит меня проходит меня вот все дальше я собственно говоря понимаю что следующие круги это будет то же самое здесь опять же хенсли ошибается несколько несколько широко выходит с одной стороны с другой стороны все равно имеют большую скорость ну это уже это на тот момент изучить будет посмотреть конечно потом почему так получилось вот дальше мы идем плотненькой группой естественно все желают занять лучшую позицию но я например адекватно понимал в тот момент что мне вот если даже хенсли меня и обошел то мне как бы сейчас смысл отвоевать обратно эту позицию нет потому что до конца гонки еще три круга хотя в тот момент я не знал сколько кругов до конца гонки я заранее не посмотрел вот там по времени было но в любом случае информации у меня не было но вот я понимал что собственно говоря остаться за хенсли мне довольно таки выгодно потому что опять же на той же самой прямой я смогу его догнать и обогнать опередить его вот если конечно не совершу ошибок но получилось так что хенсли несколько ошибается в первом повороте и я уже на выходе из первого поворота был готов его обогнать но на этом подъеме довольно таки сложно обогнать потому что здесь нужно идти по правильной траектории чтобы иметь максимальную скорость на выходе и я вот конечно хенсли здесь заряне зря отпустил вышел вышел значит из его драфта раньше чем ну нужно было с одной стороны с другой стороны я не дал вису обогнать и себя тем самым да и хенсли то есть прикрыл хенсли прикрыл себя свои тылы и сохранил свою позицию при этом вот вот да появилась возможность и шанс даже обогнать хенсли здесь вот практически конечно до касания до касания но касания не было все было четко красиво опять же здесь череда поворотов вот моя ошибка вот моя ошибка я ошибся я прекрасно понимаю что все я теряю позицию потому что бизнес меня пройдет уже после этой ошибки и мне ничего не оставалось как остаться внутри и оставить место висусу чтобы чтобы опять же не испортить муку не себе и не ему чтобы все четко чисто и аккуратно но естественно сдаваться без боя я не собирался я я не было необходимо остаться максимально близко к висусу ну и желательно чтобы мы все вместе подъехали к хенсли для того чтобы собственно говоря постараться пройти опять же всех напрямую как минимум некоторые повороты насколько я понимаю вот последний особенно вот этот вот я проходил лучше и быстрее выход у меня был лучше да нет конечно видимо мне казалось ну в любом случае я использовал драфт активный пользовался этой ситуации что я был в драфте и за счет этого мог приближаться вот первый поворот вот это место где собственно говоря я был хорош а и и вот в этот момент на этом кругу прямо случай фортуна вмешивается наше противостояние вот в виде это было чересчур страшно один второй хотя я соответственно хотел поймать драфт в хенсли но мой лучший выход на первом повороте плюс эти мустанги они помогли мне обойти и я активно приближался к хенсли скорость наверх себе просто тот момент сумасшедший видно прямо на одной прямой отыграл все отставание которое заработал до этого здесь хенсли ошибается опять же несколько теряет скорость тут вышел он лучше и вес накатил все в этот раз у меня получился этот поворот отличным но все равно с точки зрения относительно других игроков гонщиков я мне кажется что я все таки пока все еще плохо прохожу этот поворот обычно там это гоняет здесь я опять же ошибся засмотрелся и несколько помпере тормозил смотрел соответственно из зеркала заднего вида чтобы понимать где он находится в этот момент на трассе готовится к атакам или не готовится конечно надо меньше отвлекаться на тех кто сзади максимально концентрироваться на тех кто впереди либо в принципе даже не на тех кто впереди или на тех кто сзади а максимально концентрироваться непосредственно на пилотирование чтобы меньше допускать ошибок и максимально быстро проходить всю трассу а пантиак очень критична очень критична машина к тому сколько скорости ты завез в поворот и соответственно сколько у тебя было уже на выходе из поворота чтобы развить максимально большую скорость так как она довольно-таки медленно и с точки зрения разгона машина и с точки зрения максимальной скорости вот опять ситуация когда по-моему уже был последний 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 круг вот я воспользуюсь моментом на драфте разогнался чуть быстрее виза соответственно пытается на этом же пройти хенсли но у него не выходит не выходит переключаюсь на хенсли вот у меня вышло пройти хенсли я понимаю что вот вот момент да смотрите вот вот я его прошел все по внешке я чуть впереди но я понимаю что вот здесь да хенсли где-то где-то справа где-то справа хенсли споттер еще даже не сказал что он справа но я понимаю что он в любую секунду да потому что в теории в теории моя внешняя траектория она была чуть более медленная чем его внутренняя и соответственно в теории как бы он должен где-то уже здесь быть ну или на торможении да там я сейчас буду стараться так последний круг и я вроде как брался вперед я буду стараться соответственно аккуратнее входить сейчас влево поворот чтобы и там машину не занесло и не перетормозить и так далее я начинаю аккуратнее тормозить может быть даже чуть раньше тормозить вот чем это необходимо потому что опять же понимаю что вполне возможно что Хенсли может остаться справа от меня ну вот ну собственно говоря вот что я сказал так и произошло да но Хенсли Хенсли в этот момент он он поздно тормозит ну хотя как обычно на самом деле но очень очень неудачно очень неудачно перетормаживает теряет место Визос начинает навязывать ему борьбу и это отличный шанс для меня отличный шанс для меня потому что борьба со стороны Визоса в сторону Хенсли сдержит их обоих а я тем временем смогу оторваться а я напоминаю последний круг последний круг вот но происходит дальше очень интересная вещь очень забавная пока посмотрим с машины Визос последние прямо последние повороты я увидев что вот сейчас объясню что случилось я смотрю вот здесь вот еще я смотрел что они в борьбе несколько подстали от меня я даже успокоился расслабился и спокойно начал спокойно поехал без каких-либо проблем что происходит с Хенсли почему почему мы видим что что Хенсли внезапно теряет скорость смотрите резко теряет скорость Визос даже пришлось ему затормозить он не ожидал такого напрямую чтобы Хенсли там заметился и опять да Хенсли теряет скорость у него кончился бензин представляете себе это просто невеальная ситуация ты борешься до последнего с человеком и у тебя кончается бензин из-за твоей же собственной глупости потому что ты неправильно рассчитал количество топлива которое необходимо залить в бак но что самое интересное такое происходит может произойти да с любым человеком собственно говоря потому что ты обычно ездишь на том же пантиаке по этой же трассе например раньше ездил или что-то в этом роде и ты заливал там предположим 12 литров я на эту гонку залил 16 вот а вот Хенсли 12 литров раньше тоже 12 и тебе хватало а тут вот случилось такое что не хватило ну собственно говоря вот я финишировал на по-моему на четвертой позиции где да на четвертой позиции обогнав собственно тех соперников тех соперников с которых ну я мог реально бороться да и боролся собственно говоря всю трассу следом Визос а Хенсли к сожалению потерял ну по-моему все позиции посмотрим топлива не хватает лопес его обгоняет вот все какой-то мустанг жарь 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 конечно что вот такая ситуация произошла смотрим кто еще за ним Тимиларди ну Тимиларди уже не успеет конечно же да ну и собственно молодец но что интересно впереди нас боролись лидеры в лице Бабио Рамоса Бабио Рамоса Бабио Рамоса Бабио Рамос так сейчас смотрим Бабио Рамос ФМ Ремьера а вот да Бабио Рамос понятно выиграл в одну калитку калитку а даже не так вот у них была борьба у Бабио Рамоса Селим Човин Човин лидировал вот насколько я помню сейчас уже не буду смотреть конечно всю гонку но по-моему лидировал всю гонку ну или как минимум они боролись плотно с Бабио Рамосом и оно понятно да там два быстрейших пилота ай-рейсинга одних одни из быстрейших пилота ай-рейсинга вот здесь раскрасочка мне нравится Бабио Рамоса Бабио Рамоса здесь конечно очень некрасиво атакует Човина нигде так конечно делать но что происходит с Човином он теряет темп теряет темп представляете у него закончился точно так же бензин как и у Джеймса Хэнска и вот свое лидерство он потерял только из-за того что у него кончился бензин это печально ужасно конечно ужасно вот ФМ Ривьера объезжает его тем самым отыграв позицию и получив второе место ну ничего не поделаешь это гонки этой гонки печально вот но и такое случается еще он в итоге так и приедет на третьем месте третьем месте в общем эта гонка запомнилась многим красивой борьбой для меня по крайней мере да потом тем что собственно эта борьба была с высококлассными пилотами быстрыми пилотами многие из них лидеры в серии Grand Touring Car overall чемпионата вот собственно говоря на этом все это видео на сегодняшний день закончилось смотрите меня в прямых трансляциях собственно говоря еще будем снимать я нынче перехожу постепенно потихонечку вкатываюсь в gt3 класс автомобилевые рейсинге это в частности на ferrari gt3 вот тем самым готовысь готовясь к к будущем будущей гонки на road atlanta 10 часов поедем endurance гонку вот собственно я хотелось бы к этому моменту вкатиться автомобиль и и ну чувствует соответственно себя как свой тарелки да вот так вот как то так как то так все спасибо до свидания до новых встреч на прямых трансляциях всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч